Требуются мужчины для опасного путешествия. Низкая зарплата, лютый холод, долгие часы в полной темноте, безопасное возвращение маловероятно, слава и признание в случае успеха. Такое объявление якобы появилось в журнале Times, когда сэр Эрнест Шеклтон решил собрать команду для своей знаменитой антарктической экспедиции. И хотя объявление могло быть просто мифом, само путешествие стало одной из величайших историй выживания всех времен. Сэру Эрнесту Шеклтону на самом деле не нужна была никакая реклама. Он уже был легендой среди британских моряков и исследователей. В 1908 году он совершил британскую антарктическую экспедицию и объявил землю Виктории в Антарктиде территорией британской короны. В этой же экспедиции члены команды Шеклтона стали первыми, кто достиг вершины горы Эребос, второго по величине вулкана Антарктиды. Его новая смелая идея об опасном путешествии привлекла столько внимания газет, что вскоре на пороге его дома стояла целая толпа добровольцев. Шеклтон тщательно отобрал всего 27 из них, и выбор его действительно был мудрым. В команду вошли настоящие люди из стали, знающие, какая перед ними стоит цель. С этими людьми Эрнест Шеклтон намеревался достичь Антарктики и пересечь весь континент через Южный полюс. Не самая простая задача. 5 декабря 1914 года они отплыли от берегов Южной Георгии на корабле «Эндьюранс». «Эндьюранс» был одним из лучших кораблей своего времени для прохода во льдах. У него была крепкая обшивка, киль толщиной 2200 мм и паровой двигатель на 350 лошадиных сил. Но у него была одна серьезная уязвимость. Он был сконструирован для прохода по льдам, а не для остановки в них. Если бы он оказался заперт во льдах, зажат ими со всех сторон, то его попросту раздавило бы их гигантским давлением. И угадайте, что именно так и случилось. Для прохода через ледяные воды моря у Эдала был выбран неудачный год. Сначала «Эндьюранс» легко обходил дрейфующий лед. Но 18 января он все-таки сдался. Огромные глыбы плавучего льда и лепаковый лед совершенно непредсказуемы. Они приходят и уходят, и могут превратиться в айсберг за считанные дни. Такой лед – один из самых опасных. Поначалу сэр Шеклтон и его команда надеялись, что лед не слишком сильно скует корабль. Но 24 января стало очевидно, что давление на корпус только усиливается. Следующие несколько дней команда без устали разбивала и пилила лед вокруг корабля собственными руками. Не за тем, чтобы полностью освободить его. Это было невозможно. Но чтобы оттолкнуть «Эндьюранс» назад, предоставив остатки льда двигателю и килю. Идея была многообещающей, но не сработала. Лед у носа корабля был слишком крепким, и разбить его не удавалось. Единственной надеждой «Эндьюранса» было дотянуть до весны без повреждений. Зимовка на корабле с кованым льдами – это не шутка. Давление на корпус росло, как и давление на силу воли моряков. Если бы не лидерские качества сэра Шеклтона, история могла бы закончиться уже тогда. Но люди верили своему капитану, которого называли «просто босс». Он поддерживал дисциплину на корабле, давая четкие указания каждому члену экипажа. Все были при деле, и каждый день становился лучше благодаря этому. Команда даже нашла способ играть в футбол на льду вокруг корабля. Каждый на судне знал, что единственная надежда в таких чудовищных обстоятельствах – это руководство сэра Шеклтона. Так что командный дух оставался сильным. Но несмотря на все усилия по удалению льда и снега вокруг корпуса, давление на него только росло. Даже весна не принесла долгожданного облегчения. Иногда команда слышала неприятный треск и скрежет. Сначала сэр Шеклтон говорил, что это киты, проплывающие подо льдом. Но все знали, что корабль вскоре начнет разваливаться. Лето пришло и ушло, принеся лишь больше свежего льда. 27 октября Шеклтон приказал команде покинуть на тот момент уже серьезно поврежденный корабль. Он пообещал своим людям вернуть их домой в самой простой и ободряющей форме, которую смог придумать. «Мы едем домой!» Но заметки в его дневнике выдавали его неуверенность. «Наша задача — достичь берега со всеми членами экспедиции. Мне сложно написать на бумаге свои чувства». Лагерь разбили в полутора километрах от корабля. У команды еще оставались припасы и три спасательные шлюпки. Но ресурсы были ограничены и отсутствовала связь с внешним миром. Люди дрейфовали на льду по морю Уэддала без возможности добыть себе пищу. 21 ноября 1915 года «Эндьюранс» наконец был раздавлен и погребен подо льдами. Как и надежда на достижение цели экспедиции. 20 декабря Шеклтон решает выдвигаться к ближайшей предполагаемой суше — острову Паулетт. Капитан не знал, что лед, по которому они шли, дрейфовал на восток, тогда как остров Паулетт лежал к западу. К концу путешествия через ледяную пустошь они оказались еще дальше от суши, чем были, но все же их переход был не совсем бесцельным. К его окончанию Шеклтон и его люди заметили другой остров — остров Мордвинова. Ступить на твердую землю было для 28 уставших моряков настоящим блаженством. Первые дни на суше они провели, добывая провизию охотой. Это была их первая горячая пища за долгие месяцы. Но радость омрачила ужасная правда. Остров Мордвинова был немногим лучше дрейфующей льдины. У моряков не было возможности послать сообщения, и ни один корабль никогда бы не прошел мимо них. Помощи ждать было неоткуда. Но сэр Шеклтон не сдавался и не собирался оставлять своих людей на произвол судьбы. Он взял одну из шлюпок и пятерых членов команды и отправился искать помощь. Он знал, что их ждало. Их целью была дорога обратно на Южную Георгию в 1300 километрах. Им предстояло пересечь самую бурную часть океана, где волны достигали 15 метров в высоту. Шеклтон оставил командование своей верной правой руке Фрэнку Уайлду. Говорят, они были так близки, что могли заканчивать друг за другом фразы. Именно Уайлд сберег команду в целости и сохранности, несмотря на холод и нехватку еды. Ему удалось поддержать командный дух, и он даже построил хижину из оставшихся шлюпок. Тем временем, 24 апреля 1916 года, сэр Шеклтон и его пятеро членов экипажа отправились в путь. За их спиной образовался новый паковый лед и отрезал им путь к острову. Пути назад больше не было. Самый грозный враг моряков в холода — это вода. Если одежда промокнет, согреться снова уже не получится. Представьте, что происходило с людьми в маленькой шлюпке, идущей по огромным волнам. Лед скапливался на бортах, в разы увеличивая ее вес и повышая вероятность потопления. Однажды Шеклтону показалось, что он увидел полосу белого неба. Разрыв в грозовых тучах. Но вскоре он понял, что это конек гигантской волны. Таким был неописуемый ужас, с которым они боролись на своем медленном пути к Южной Георгии. За месяц в море они застали такие шторма, каких не видели никогда в жизни. Им приходилось сражаться не только за свои жизни, но и за жизни 22 друзей, оставшихся ждать спасения на острове Мордвинова. Возможно, именно это помогло им выстоять. 10 мая они наконец-то прибыли к берегам Южной Георгии. Но это были отнюдь недружественные берега, где их ждали теплые постели и горячая еда. Они пришли к голым скалам, где не было места для швартовки. На выход на берег у них ушел целый день. Но даже тогда их тяготам не настал конец. Команде пришлось карабкаться по скалам и перейти несколько горных кряжей, прежде чем они вышли к людям, а истощение оставило им совсем немного времени для этого. Во время перехода Шеклтон даже запретил себе и своим людям спать больше пяти минут подряд. Они могли уже не проснуться. Дойдя до последнего хребта, все были уже на пределе, но раздавшийся вдруг знакомый звук вернул им силы. Свисток, которым поутру будет китобоев. Китобои знали Шеклтона, но сейчас его было трудно опознать. Его состояние обеспокоило китобоев, и вскоре они отправились на помощь к его людям на остров Мордвинова. И, о чудо, все они были живы и здоровы. Они выжили. Шеклтон вспоминает, что он и пятеро его товарищей были счастливы, когда нашли деревню китобоев не потому, что спаслись сами, а потому что знали, их друзей спасут. Так закончилась история самого чудесного спасения в истории. Сэр Шеклтон так и не достиг своей цели и не пересек Антарктиду от берега до берега. Но его имя навсегда останется в аналах истории исследования Антарктики. А у вас есть любимая история об исследователях или отважных моряках? Расскажите в комментариях. Если вы сегодня узнали что-то новое, поставьте этому видео лайк и поделитесь им с друзьями. Но не торопитесь уходить! У нас есть для вас более двух тысяч других видео. Просто выберите ролик слева или справа, нажмите на него и наслаждайтесь просмотром. Оставайтесь на яркой стороне жизни!